К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним всё желание моё. В четверг, который называется Страстным, мысли рвутся в тайную горницу. Эх, покинуть бы ярмарку суеты, пройти незамеченным сквозь шум толпы, не остановиться на перекрёстке, не услышать восторженные крики, манящих в никуда, не заметить блеск реклам, войти в тайну, услышать голос неба, глаза Отца Небесного увидеть, склониться пред святым, так склониться, чтобы душа открылась, чтобы вылилась вся мерзость, вся грязь. Словом, исповеди, слезами раскаяния, выскоблить душу. Самые скрытные уголки, где хранятся сердечные тайны, вывернуть, благодатью Божией обновить бы роднички желаний, чтобы текли из них и мысли, и желания только святые. Его светом душу свою осветить, его благодатью снять цепи с рук и ног, устан наполнить песни хвалы, молитвы восторга. И в горницу входит Иисус, улыбается, склоняется надо мной, мои ноги омывает, вытирает полотенцем. Теперь ты чист, я дал вам пример, говорит Иисус, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Берет хлеб, возносит молитву к Отцу Небесному, ломает хлеб, подает мне. Это тело мое. Ешь. Поднимает чашу, благодарит. Отца благодарит. Иисус подает мне. Это кровь моя нового завета, изливаемая за тебя во очищение грехов. Пей и будь чист. Так же и чашу после вечера. И сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. И наступает благодать. И восторг заполняет душу, и изливается молитвой хвалы и благодарности. И возникает любовь. Как здорово, что в этом мире, пораженном вирусом смерти, царствует жизнь. Как здорово, что в этом мире, пораженном злобой, царствует любовь. Как здорово, что я могу перейти от смерти в жизнь. Как здорово, что я могу перейти из плена ненависти в царство любви, единому, премудрому Богу, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава во веки веков. Аминь.